С 1 июля жизнь брянцев существенно поменяется. Наши дома станут чуточку умнее. По крайней мере, в плане учета электроэнергии. В частных и многоквартирных домах начнут установку умных счетчиков, которые будут автоматически отправить показания. Специально покупать эти счетчики не нужно. Это сделают сами компании Энерго и Электроучета. Ставить будут, когда выйдут из строя старые. С 1 июля опекуны и попечители исключены из списка обязательного пенсионного страхования. Это значит, что если пенсионер является опекуном для кого-нибудь, то он имеет право на ежегодную индексацию пенсии. Средняя прибавка примерно 1000 рублей в месяц. Этого ждут более 30 тысяч бабушек и дедушек по всей стране, которые стали опекунами для своих внуков или близких людей. А, да, важное замечание. Если пенсионер имеет ИП, работает, либо платит добровольные пенсионные взносы, то никакая индексация ему не положена. Хорошие новости. Программа льготной ипотеки под 6,5% изменилась в пользу заемщика. Вкратце, теперь можно взять больше денег в кредит. До 6 миллионов рублей в регионах вместо 3. Кроме того, обещали изменить первоначальный взнос с 20% до 15%, но пока не изменили. В отличие от семейной ипотеки под 6%, здесь необязательно иметь детей. Но взять можно только новостройку. И эта программа действует до 1 ноября 2020 года. С 27 июня географическое наименование станет самостоятельным объектом интеллектуальных прав. Это позволит законодательно защитить такие отечественные бренды, как Оренбургский пуховый платок, адыгейский сыр, гжель и возрожденный брянский картофель. Защита распространяется только на те товары, хотя бы часть производства которых происходит в указанном в названии месте. Немного осталось до точки. Всего лишь пройти проспектом. Ты их всех очень-очень, они тебя бросить в лету. Игорь Умаров, Сергей Дюков. Новости вкратце.